добрый вечер антон привет меня зовут игорь я автор канала кто ты здесь у нас появилась в канале просто до того как можно туда зашел наш канал прям было бурное обсуждение темы вот человека живого стоверена и я такой человек без обид да то есть я просто человек который всегда ищет первоисточник ищет информацию вот и возникла пару вопросов тебе если ты не против до являешься ли ты первоисточником этой темы какой тема точнее сразу ну вот движение что человек живой суверен россии уже не сейчас это движение продвигается в соцсетях люди декларируют эти понятия просто я хотел найти как бы человека который изначально с этой темой был как бы первоначальником до в массы для того чтобы просто для себя получить ответы конкретные чтобы понимать лучше эту ситуацию привет еще раз слушаю а чё за такую дачу у нас еще раз голосовой чат образовался антон антон вот которого с которой который который мы говорили вот он к нам пришел в гости до доброго здравия доброго времени суток привет привет да да значит отвечая на вопросы последовательно первых ни про какое движение я не знать не знаю и за их выхивать не слыхивал во вторых ты произнес слова начальник совокупности и в связи со словом движения твои слова если ты мне их навесишь то получается это все признаки статьи 282 это организация экстремистского сообщества или сучоке и тогда если это так разумевается никогда перефразирую тогда так вопрос вот ты утвержден ты говоришь повозглашаешь себя живым человеком суверенном правильно нет а кем я смотри еще задай без подвоха вопроса я реально хочу получить просто вопросы для того чтобы понимать эту ситуацию ником случае не думаешь этом какой-то по засланный казачок который там почти как-то там чем-то тебя уличить просто я хочу на самом деле просто для себя понять насчет этой темы я просто нашел формацию что ты был первоисточником который начал эту тему озвучивать людям и давать людям информацию по этой теме вот потому мне стало интересно откуда информация у тебя вот и все не более чем он говорить можно я чуть-чуть эту тему разверну дело в дальнейшем человеком пожалуйста саша просто он очень активный такой этот самый но не вращать внимание цена то чат будет записан чтобы просто люди это услышат потом ясно ясно опять последовательно отвечают потому что слишком много вопрос воздаешь не делаешь паузы не даешь ответить смотри по поводу так откуда первоисточник откуда информация что якобы я являет там каким-то там источником первоисточником ну вот смотри я начал этот вопрос гуглить до гугли искать информацию по этому вопросу человек живой суверенный мне выдала первую ты знаешь об этой статье википедии там указывалось тебя как родоначальником этого движения я не утверждаю это просто озвучиваю что было там написано вот и исходя из этой информации я начал сказать твои контакты и у меня в чате оказался во время никита который тебе писал он говорит я знаю антона прекрасный человек верю окей то есть но я бы взял у него интервью себя на канале если он не против чтобы эту тему осветить так как с его позиции как он это видит как-то работа ну что у многих людей они начинают применять судах ну как у тебя видео тоже есть да и это не всегда не везде работает я например просто сам живу в израиле да и здесь немножко с этим вопросом другая ситуация потому я и хотел узнать у тебя лично как ты позиционируешь эту ситуацию изначально игорь хочу обратить твое внимание на на только протекает наши с тобой наш тобой разговоров обрати внимание если представить как диалог да где его разговор двух человек двух участников соответственно можно представить как модель весов вот количество слов положено на одну чашу весов не должно перри сильно перевешивать другую чашу пожалуйста это если я задал вопрос мне нужен максимально короткий ответ нашел в википедии все . тогда у нас будет абсолютно конструктивный диалог когда ты начинаешь мне там оправдываться рассказывать и параллельно там еще и про себя что-то рассказывать про другие как ты нашел и в конце в итоге переводишь все на вопрос ко мне но это не конструктивный диалог если вопрос задан короткий вопрос короткий ответ тогда будет конструктивный диалог так по поводу еще ты вот говоришь там википедии да вот хочу прокомментировать эту статью понятия не имею кто и написал они мне стало давно известно во первых там где-то примерно половина ложь потому что там написано что типа некий антон булгаков 2017 году какое-то движение там организовал чуть такое никто ничего не не организовывал я вообще с темой живых познакомился в мае 2018 то есть ну кто это писал я не знаю откуда не информация там же не написано кто источник кто автор поэтому какая-то анонимная статья и понятия не имею кто это пишет во вторых это статья не там указан не я моя персона то есть антон булгаков это вот созданная персона совместно со мной и с системой который существует на бумаге виде паспорта там других документов я мой мужчина хозяин имени антон отлично можно вопрос собрали что вопрос друг друга задавать антон смотрел и хорошо откуда изначально ты начал изучать эту тему брать информацию в мая 4 мая 2018 года у меня я посмотрел видео часовое екатерина тропицыной она там рассказывала что она она занималась темой жкх то есть по поводу оплаты там и все такое тарифы в итоге они вышли что это начали выяснять кто хозяин квартиры кто является собственником на самом деле а потом поняли что надо копать сторону земли хозяин земли на кого она зарегистрирована и они выяснили что и земля и дом до сих пор там находится в юрисдикции ссср рефи не передавались в рефи ни за кем не числится и т.д. и т.п. и в итоге вышли на тему живых что есть такая дата там 31 декабря 1899 года она прописана почти во всех бухгалтерских программах стоит у всех и ну в общем это долгая тема вон это я все в течение там трех видео рассказываю если интересно на ю тубе видео называется начинаем обучение по теме живых с этим понятно смотри еще один такой вопрос который мы сегодня активно обсуждали смотри вопрос такой если я человек как бы разглашаю себя живым человеком до сувереном но также я это взаимодействию с этой системой да но опять-таки судебный неважно какой я представляю себя в суде живым человеком но по факту как мне взаимодействовать с этой системой не вне суда то есть опять-таки предоставляя свои личные данные как якобы как-то как это у вас говорится как это ты говоришь я забыл что ты являешься человеком но ты представляешь интерес или как это вот физического лица правильно вот мы находимся в системе как с ней взаимодействовать смотри вот когда я посмотрел видео екатерина тропинцин 2000 на восемнадцатом году у меня произошло какое-то прозрение у меня все встало на места и мне как это как какой-то кувалдой сзади подошли ударили по голове и у меня какой-то не знаю прозрение настало мне сразу стала вот эта тема живых интересно я начал изучать сидел я целый месяц изучал не вылази этом с перерывами на еду там поспать и это в туалет ходить еще и постоянно все смотрел смотрел читал читал в итоге пришло сознание что фамилиями отчества относятся не ко мне а к бумажной персоне которая существует только на бумаге то есть я не являюсь ни именем ни фамилии не отчеством у меня нету даты рождения потому что дата рождения есть то это слово дата его надо разбирать но и в канонах прописано то есть вот сам подумай вот ты с детства мы все с детства до привыкли приглашать друг друга к себе на день рождения а у нас везде всегда спрашивают не какую-то дату рождения никто не обращает на это внимание но самом деле это очень важно каждая буква каждое слово имеет значение и вот я тебе сказал кто я живой мужчина хозяин меня антона а ты мне по прежнему это называешь человеком вот надо стать для начала я я осознал что нас просто вот этими словами вводят всех в заблуждение и никто не обращает на это внимание а когда я начал обращать внимание на каждое слово на каждую букву вот допустим конституцию открываешь и это электронный в электронном виде и через поиск это ищешь все слова человек где она встречается все слова где где встречается гражданин и все слова где встречается физическое лицо и можешь сам убедиться что у человека у гражданина и физического лица абсолютно разные права обязанности и свободы соответственно это совершенно равные собирая разные субъекты вот и все и когда пришло осознание что я не являюсь не персоной не фамилии не именем не отчество то есть вот это искусственно созданная персоны на бумаге почему вот и называется законы персональных данных не человеческих не мужских не женских данных а именно персональных данных а что такое персона в этом законе не прописано нету такой формулировки а если взять словарь и перевести то персоны это буквально это переводится как маска личность личина маска физическое лицо гражданин это все одно и то же это все маски антон от изначал конституции других государств в этом плане нет не изучал просто очень интересный вопрос потому что если в россии в украине в украине тоже такая же ситуация есть я знаю да то вот например в израиле вообще конституции как ты к нему и нету потому вот этот вопрос мне интересен был я понял можно личный вопрос задать ну как личную лично да можно игорь еще раз вот эти вопросы меня просто это вымораживает можно и задам вопрос вот этим вопросом ты уже задал вопрос поэтому спрашивать можно ли задать вопрос нету смысла сразу задавая вопрос антон вот и был суд на котором по поводу твоего помещения психиатрическую больницу был ли он факт конечно был и на этом суде твои интересы предоставлял адвокат если не ошибаюсь совершенно верно дириндеев не меня мои персону твои персоны а вот из этого вытекает вопрос а почему в этом суде ты не заявил что ты личность и что тебе не имеет права судить ты знаешь в той установке после меня же не сразу психушку привезли как сначала из квартиры вытащили с омоном сделали все вещи побили отца меня потом привезли в отдел и в кабинет там наручники надели пытали на стуле избивали два пакета на голову электрошокером били в общем кошмарили меня по полной программе связали пытали избивали потом десять суток в камере где нет ни мыло не этих простыней не наволочек в общем все с воли заезжает не зубной щетки не мыло не полотенце вообще ничего нет то есть ну такие условия уже как ужасно нормальный принцип со временем покаешь вот и делу я думал 10 суток эти это отводу и все нормально выйду а потом это по беспределу меня все вывели по истечении 10 суток хотели вывести на волю не выводя на волю посадили сам вазик и снова присудили это 12 суток в меня что и якобы сопротивлялся при выходе на свободу ну то есть полнейший беспредел по истечении этих 12 суток решили сдать психушку но за эти 22 дня в камере дважды были бельевые вши это такое творилось это просто жесть там матрасами это народ на чуть ли не бунтовать начал все матрасы с одеялами с подушками и завалили вход в камеру и хотели даже их поджечь приезжал и майор там проверки какие-то журналисты какой-то имам священник короче там такое завертелось закрутилось что они сами знали что делать и как быть и в чем дали мне психушку это взбодрили туда ну и все кошки то же самое началось вот когда я психушку попал ну то есть там я вообще не знал что будет как будет не просто сказали пройдемте короче я захожу там прям психушки решили провести этот так называемые судебное заседание то есть приволокли стол вытащили все карпати все тумбочки как которые обычно там находится при угла было приволокли стол поставили этот флаг штук или знамя я не помню как это было в общем триколор этот поставили я не помню был там этот герб нет в общем пришла черная мантия и все эти белые холоды я захожу я просто в шоке что тут происходит ну если аудиозапись есть видео то есть можете сами послушать я просто решила обратите внимание что они все представились и показали бумаги там кто-то доверенность кто-то удостоверение прокурора кто-то там удостоверение адвоката кто-то доверенность там с паспортом у них был мой паспорт мои персоны а а вот эта черная мантия ничего не показала ну я начал наезжать на не говорю эту игру это кто такой сидит черной мантии давайте документы хоть один не слушал что-то там я уже это совсем это как говорится начал правду рубить и говорю это кто такой игру документы на стол игру вообще своим умеем чего взяли что он судья он ни один документ не показал вы себе показали он не показал вы чего взяли что он судья ну еще вот эта цирка не это я им дал понять что это все цирки и в это все во все не верю они прекрасно знают как я себя позиционировал а потому что их камерах везде я там на каждый переклички там говорят там фамилия булгаков антон из рода булгаков сын николая всем говорил что ну тогда мне немного другое было самоопределение и соответственно они посмотрели на меня в этом цирковом заседании и говорят ну типа он неадекватный давайте выведем мы все не согласились и и даже адвокат пошел против персоны и это мне просто вывели оттуда вот и все вот и вот вот так вот такие судилища у нас якобы выездное заседание на сайте указано что заседание проходило в кабинете суда который находится там в километре от этого здания то есть по факту она закончилась ничем не было никакого конечного вывода этого псевдо суда ты просто вышел из зала и все да не вышел меня вывели заседание так называемая продолжилась они там и свидетелей специалистов приглашали что-то не там заседали где-то не знаю может час может полтора а потом они когда выходили я им опять всем они так это друг за дружкой в это как сказать друг за дружкой шли как это как в стой по струнке я им говорю выиграю в своем уме это вы с чего взяли что это суде но они так быстро ушли а потом я узнаю ничего мне не выдали не это не сказали там был поднялась общественность приехал полномочным по правам человека удалось оформить доверенность там начали документы все ознакомиться с материалами дела через доверенность мы это мои знакомые и потом где-то не знаю через неделю что ли через нет по-моему где-то через два-три дня что ли выяснилось что они вынесли решение о принудительной госпитализации бессрочной причем там по закону должны были назначить срок какой то есть три или трех до шести месяцев они решили этот срок не указать то есть назначили бессрочное пожизненное принудительное лечение и соответственно я сразу взялся за ручку там еще раньше это это взялся за ручку ну как взялся мне ничего не давали ни ручку не бумажку не карандаш туалетной бумаги нет ну вот как то это там крутился крутился в итоге нашел сначала карандаш писал все карандашом потом ручку купил за 1000 рублей пациентов договорился потом не все-таки подарили потом я начал писать ручкой вы это когда я у врача спрашивал говорю это а чем не писать апелляцию то если мне ручкой бумагу не дают он говорит пиши кровью не знаю шутил он или нет ну в итоге я все нашел написал апелляцию снаружи снаружи написали апелляцию и все пошел вот этот и ревский процесс по обжалованию как оформлял это апелляцию ты указывал из лицо или как как это форма опыта не интересно на самом деле вот если человек такой столкнется даже такой ситуации как ему подобный документ составлять от имени кого тогда я у меня было со уровня сознания что я что я человек пусть я там писал от живого человека антон из рода булгакс и николая но я точно не помню у меня есть эти все и рукописи которые там писал около 200 страниц там я три нас ручкой списал и обращение требования всякие апелляции вот это рукописная все это мне сохранилось все есть принципе поэтому это уже видео заснято что там творилось в этой психушке но пока не озвучиваю придерживаю компромат если со мной что случится и это да 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 то есть изнутри начал их это постоянно там писать что нет туалетной бумаги плохо кормят книгу жалко и предложение требовал требовало свидание требовал звонков есть требовал закон о психиатрии написал что там у них плохо стирает одежду где-то лампочка перегорел но все подряд писала писал и писал и писал короче они там от меня стреляется начали образно говоря вот и соответственно и снаружи тоже общественность поднялась писали со всех стран не только городов россии но и со всех стран звонили писали периодически то разрешали то запрещались и свидание звонки причем звонки вот две минуты два раза в неделю и вот представь у меня потом в итоге через через 40 наверно у меня было списано две страницы этих телефонах и вот я у меня было два дня между звонками на два-три дня между звонками чтобы обдумать с кем у меня было две страницы списано это примерно там 40 60 номеров телефонных не надо было подумать кому позвонить из этих 60 человек и чё сказать то есть эти две минуты которые разрешены там можно позвонить ну одному максимум двум крайнем случае трём это не факт что дозвонишься и вот в таком режиме такие звонки проходили экстремальная ситуация со всех сторон везде и во всем при этом я не знал выйду я не выйду останусь я тут или нет или чувство не произойдет санитары там некоторые так и прям так и говорили играет как только вынесут решение оставить а тут я тебя это сразу сам привяжу и уколю короче хотя с ним нормально общался и игру ну я говорю благодарствую за откровенность говорю но у меня к вам не злоба для антона можно так адвокат как он появился вообще в этом деле почти не смог понять свои права понятия не имею меня завели в эту палату номер один звукоизолированных там все были в белых халатках я даже не знал что это адвокат он показывает там это удостоверение какое-то вот горит удостоверение адвоката я не я еще подумал хочу я какой адвокат с их стороны лист мы это или света со стороны моей персоны он он не договор не контракт не разговаривал со мной ничего не было то есть он впервые там появился вот я его там первый раз первые жизни видел и последний раз в видел я больше никогда не видел и больше никогда не разговаривать чисто технически просто так тебе подсунули человека скроет а твой адвокат типа для того чтоб типа вот это все событие оно происходило в их в рамках их закона правильно нашу это рад умирала есть подожди это раз для галочки но не только для галочки а для того чтобы он пошел против моей персоны там когда мы читали потом заключением там этот бурловский черная мантия он так и написал что типа этот дериндяев якобы адвокат он он стал на сторону обвинения то есть он старого стал на сторону психиатрической больницы и подтвердил свое мнение что да типа он действительно типа больной его надо лечить хотя по идее как адвокат он должен был защищать мне это интересные персоны они это аргументировали на основе чего ты 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 больной ну ты понять не могу просто вот они решили тебя просто положить без каких-то аргументов просто тупо вот и все есть видео с разбором апелляционного решения то есть был подана апелляция там даже несколько их дополнения вот и через 62 дня состоялось заседание в окружном кантомансийском суде так называемом там уже трое три черной мантии заседали и они пришли однозначно к выводу что решение вот этого черной мантии бурлуцкого она совершенно не соответствует законодательству нарушает все нормы права ни на чем не основано и то есть там прям были формулировки такие вот есть видео по на эту тему называется мы живые и здоровые или коллегия против бурлуцкого окружная коллегия против бурлуцкого вот и там я вот это определение полностью рассказываю показываю там раскрыта и там вот есть такие слова то есть в основу они положили чё обвинение и заключение якобы какие-то сотрудники полиции ни фамилии не имен ни отчеств ни званий ничего откуда к кто такие просто со слов сотрудников полиции вот эту фразу они положили в основу это своего решения вот этот бурлуцкий это ну то есть но представьте это там птичка на чирикола где-то понимаешь вот так вот с пенича синички мы решили что вот он это ку-ку типа того смотри а такой еще вопрос может ли ну как не то что не может и да вот если я провозглашаю себя суверенным человеком могу ли я параллельно с этим взаимодействовать с этой системой на основе своих вот документов из лица не является ли это вот как не тут озвучили что это подстава что ты вот взаимодействуешь системой ты взаимодействуешь системы то есть там нам обмен деньгами в банке но другие какие-то вещи то есть ну вот поясни вот этот вопрос пожалуйста не для меня больше а вот для людей спасибо тут первое что нужно осознать это растождествить себя с персоной с персоной с это осознать осознать кто ты вот вот смотри ты говоришь что человек 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 ты мне может дать определение слова человек независимые живорожденное создание с интеллектом с душой воплощенная в материальную оболочку ну я бы так бы это сказал со своей точки зрения ну так быстро да не задумываясь отлично ты хоть какое-то определение может дать многие вообще не могут разъяснить кто это что это но опять же ты назвал общие фразы и общие слова меня интересует универсальное определение которое подходит ко всему и каждому человеку вот допустим мужчина это человек да а женщина конечно конечно а почему ты не произнес слова мужчина и женщина когда давал определение слова человек но это разделение на гендер то есть это уже как бы под классификациям либо не знаю объяснить ну как бы так такой фактор он является косвенным то есть потому что тот и тот представитель человеческого рода является человек так нет как дай свою формулировку более точную ну да я сколько думал я тоже не могу найти универсальное определение этому слову на чем не удалось выяснить вообще принятом понимании человек это биологический вид который состоит из мужчины же и женщин согласен конечно соответственно человек это мужчина и женщина это вот как в программировании да в этом компьютерах вообще есть бит так называемая минимальная единица информации которая является либо нулем либо единичкой вот человек примерно то же самое минимальная единица системы точнее сказать максимально потому что человек это высшая ценность для системы это прописано и в этом в конституции конституции носить власть да надо вот вот то же самое программирование бит это носитель информации либо нолик либо не единичка вот человек это тоже такая скажем так абстракция которая состоит либо из либо является мужчиной либо женщиной ну правда есть гибриды всякие там гемофродиты там не но мы и сползивно и т.д. и т.п. но признаки одни и те же разумное существо с ногами руками там половыми органами типа типа того так так вопрос так если я взаимодействую с этой системой я же не оказываюсь от своего утверждения что я человек живой то есть но если нахожусь системе я снесся с каким-то образом взаимодействию опять-таки утверждение физлицо это как маска да то есть эта маска соответственно я могу ее надевать могу надевать много масок в то же самое время я остаюсь тем же самым человеком правильно логично нет вот давай пойдем снизу смотри я тебе просто сразу нарисую низшая система на единица это физическое лицо которая ограждена правах и свободах по максимуму это ты можешь убедиться по всем кодексам там жилищные там гражданские уголовный конституция постановление все остальное то есть у физлиц максимум обязанности минимум прав минимум свобод дальше выше идет гражданин там там получше ситуацию но высшей ценностью то есть мы с минимальным ограничением прав и свободы и с минимальными обязанностями для системы является человек но это все равно системные единицы а вот мужчины и женщины нигде в законодательстве кроме одного места не прописаны этого конституции есть статья там написано мужчины и женщины равны правах но кто это мужчина и женщина нигде не разъясняется не поясняется и дальше нигде ни в каких законах они не фигурируют то есть они вне системы поэтому от твоего самоопределения зависит что ты сам себе нависит навесишь и кем ты сам себя признаешь есть такая пословица это назвался груздем полезай в корзину соответственно назвался физическим лицом значит к тебе применимы все вот эти как низшему низшие системные единицы физическому лицу применимы все законы там как где есть слово физическое лицо назвался гражданином но опять-таки это же можно как бы ну это постоянно единица получается если ты уже призвался признался физик лицом то это постоянно ли это как бы ну ты можешь сказать нет уже я не физ лицо тех типа переобуться вот подходим главному до кон свободы воли знаешь что такое я слышал слышал все вселенский закон свобода слова слова кон мироздания самый главный кон свободы воли данный творцу соответственно в любой момент в любое время в любом месте в любой ситуации у каждого есть выбор просто мало кто об этом осознает это легко проверяется он тест я такой задаю людям ответим это допустим назовите все возможные варианты и ниже написано 1 . до 2 . нет и обычно все говорят ну тут два варианта это либо да либо нет если эти вариант вообще никакого да есть миллионы миллионы миллиарды и триллионы бесконечное количество вариантов называют сначала да потом нет сначала нет потом да не да не нет и да и нет нет а может быть и да и и т.д. и т.п. и в зависимости от времени ситуации погоды и все остальное короче бесконечное количество вариант но мало кто это осознает ну да там называется выбор без выбора они говорят что есть выбор без выбора но по факту они навязывают этот выбор да с этим понятно смотри а вот что насчет от новорожденных детей вот есть такая вещь что вот в графе там указывается живой человек и что вообще вот с этим просто мне скоро ребенок родиться через два месяца нет вопрос интересен как это вообще происходит говорят что берут с пятки кровь что потом отправляет тебе эта информация известна да это процедура называется скрининг у меня скоро состоится диалог с медсестрой которая этим непосредственно занималась скрининг как эти как дети они оформляются и как это вообще вот плане там написано документе что человек живой и говорят что потом человек что умирает вот физ лицо что из себя представляет это ну вот в плане живого и мертвого человека смотри когда рождается вообще либо мальчик либо девочка соответственно там есть гибриды вот родился мальчик выдают свидетельства медицинское свидетельство рождение в роддоме о том что родился живой доношенный нет где-то пишут живой где-то живорожденный доношенный мальчик вес такой-то эту справку медицинское свидетельство о рождении несут загс и в загсе выдают свидетельство о рождении вносит в книгу актовых состояний гражданского состояния вносит запись и видоизменяет уже то есть они где ну там какую-то подмену типа того делать и у них там место мальчика получается родился как некий ребенок уже человек маленький человек по сути то есть минимальной системы системная единица высшая ценность но при этом еще вы как говорится это еще не доросла ну зеленое яблоко типа не созревшие так вот это у этого ребенка начинает появляться какие-то атрибуты типа вот как я не знаю как увещи какой-то пол дата рождения понимаешь не день рождения дата рождения пол пол какой-то хотя все мы раньше говорили что мужского рода или женского рода а там появляется какой-то пол мальчик превращается в ребенка и и выдается свидетельство на ребенка там уже появляется какое-то имя отчество фамилия то есть придуманы родители это все подтверждают скрининг мы предполагаем что делается именно для того чтобы как обеспечительное имущество отправить и там такие пятна делаются то есть там если посмотреть фото в интернете там 4 что ли круга таких больших делаются но они размером вот где-то в половину с это с мою ладошку не знаю сантиметров 5 диаметр вот вот так вот столько крови должны сделать взять и из пятки и таких кружков 5 сантиметровых с кровью ребенка нужно сделать 4 и отправляется это куда-то неизвестно куда причем на бланках которые сделаны в сша там там видно что это отпечатано это в типографии сша куда это отправляется зачем никто ничего не знает но приезды положено соседа есть этот бланк сбросишь его в чат посмотреть что интересно очень ну если найду скину это в интернете гуляет можно найти скрининг скрининг пятка мальчик там я не знаю роддом наберете вы увидите сразу в гугле воешь четыре ключевых слова и выбираешь картинки а что ты скажешь насчет родового наследия человек рождается да у него есть родовое наследие что об этом скажет сказать ну по всем понятиям даже в библии написано там повторили в какой главе в самом начале что и создал там бог мужчину и женщину и сказал вот вам земля владеть ее там и владычествуйте в общем в пользование землю даровал такой вся земля принадлежит всем и мы живым мужчинам и женщинам так вот чтобы они не заявляли свои права на всю эту землю на все эти богатства и недр и мы начинают вот это все вот это какой-то чаромутия понимаешь переводит их статус физических лиц персон а и они им в это внушают и они сами себя признают физлицами и персонами и данными и т.д. и т.п. и бумажками вот приходят в суд и его спрашивают вы кто я там имя отчество фамилия а ну все понятно учетная запись а если он придет и скажет я живой мужчиной мне дарована вся земля в обладении я здесь хотели на этой земле я стою на своей земле а ты кто такой тут разговор совсем другой получится каких-то ты какую-то религию признаешь за таковую нет я не религиозные не библию не коран не читал но мне много люди рассказывали я человек верующие верю в единого творца творец это все буквально все пока еще никто не спорил мое определение что творец это все 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 остальное это части творца я часть творца и ты часть творца и вот этот телефон по которому говорим тоже часть все является частями творцами частью борта 100 процентов согласен да сам творец это все вот я и этот творец он разумный и вот как воля каждого из нас это в совокупности есть воля творца а вот вопрос насчет того что говорят что если отправить куда-то какой-то запрос там либо ватикан либо вон что потребовать какие-то подтверждения там либо что такое какие-то документы в плане живого человека что ты поэтому это целесообразно это вообще имеет какой-то смысл это логику но это еще два года назад даже три года назад поднялась движуха кавычках то есть многие захотели пошла тема что она надо обязательно уведомлять и ватикан потому что ну все дороги ведут в рим и это много кто выяснял через британскую корону тоже это связано все все оттуда проистекает то есть есть какие-то архивы вроде как ватикане все все вот эти персоны там хранятся все эти скрининги там короче смысл в чем самый ценный эквивалент ценности это золото и вот когда мальчик или девочка рождаются их обязательно взвешивают есть теория что взвешивать не просто так для того чтобы объявить начальную ценность данного кавычках живого материала буквально то есть взвешиваю там 3 3 6 килограмма вплоть до грамма взвешивают не там 36 а пишут это полностью там вплоть до тысячный и вот вот в этом эквиваленте выделяется из общего мирового запаса столько же золота и это то есть для чего это все отправляется вот эти скрининги и персоны создаются то есть создается фирма по сути кто-то называет это он свидетельство рождения это физическое лицо паспорт это уже юридическое лицо потому что об слухом все прописано по миними отчества кап слухом не не по правилам русского языка а так пишут только аббревиатуры надпись и надгробные и название юридических фильмов и соответственно за залоговое имущество основной капитал это вот как раз вес золота который соответствует весу при рождении плюс четыре процента в год и где-то сорока годам набегает там что-то 40 миллионов что ли евро как минимум потребовать эту сумму или как-то востребовать у кого-то как это как это вообще не происходит это где-то выделяется на наше имя то мы как-то можем это востребовать или нет ну если так скажу многие погнались именно вот за этими деньгами золотом и т.д. и т.п. я эту тему не изучал потому что для меня вот эти все денежные вопросы они на самом последнем месте как крайняя необходимость поддерживать жизнь физического тела в плане того что нужно что-то кушать нужно как-то придвигаться что-то как-то деваться и и тому подобное позицию аскетизма ты больше придерживаешься там не только аскетизм ну ущемление себя в каких-то там удобствах можно нет я себя ни в чем не ущем я просто расставил для себя приоритеты у меня сейчас приоритет номер один это безоплатный труд во всеобщее благо приоритет в этом направлении я считаю это повышение уровня осознанности каждую каждого человека в отдельности можно еще такой вопрос как еще мы смотри чисто логический если ты предприявляешь как бы этой системе опасность это информация что доносишь до людей помимо попытки посадить тебя в дурдом они то есть система делала еще какие-то шаги в твою сторону может быть они пытались тобой как-то полюбовно решить этот вопрос ну смысле что работой с нами таком плане было такое нет конечно мне мне же когда вот камеры держали 22 дня начала 10 потом 12 суток три года назад не конкретные эти предложения поступали и угрозы еще одно видео мы и мы тебя это в лес вывезем там положим килограмм героина в карман кто-то сказал это я с пакетом на голове был наручников съел на стуле тут у меня слева сказал мужским голосом ты достал весь город еще еще одно видео я тебе лично один килограмм героина положу в карман но я отнюдься с юмором к этой угрозе потому что я потом ну примерно не знаю в интернете нашел какие-то там цены не знаю правда это или нет ну короче в эквиваленте так получилось что каждое мое видео примерно 100 тысяч долларов стоит ну а почему они сейчас не принимают никаких активных действий к тебе не применяют чему предпринимают предпринимает просто ввиду того что слишком много народу меня поддерживает если со мной что-то случится это будет колоссальный резонанс на весь мир это просто все пойму что я был на правильном пути системе это невыгодно им проще это игнорировать меня против меня там вот и одну из статей таких нашел в википедии вот таких статей очень много в интернете и местные сми и тв приезжала да это статья она и побудила тебя найти потому что я такой человек что я копаю до последнего и искал тебя для того чтобы ты просто пояснил эту ситуацию без критики без никакой просто игру что я очень много чего копаю про что ищу вопросы с него ответы на свои вопросы потому и канал свой создал вот и смотри сейчас я все свои вопросы задал в принципе да здесь еще находятся люди которые может у них я что-то тебе задать какой-то вопрос и меня к тебе еще последний вопрос такой запишем интервью у меня на канале да запросто в каком формате ну вот созвонимся там например там зум и ты расскажешь вот именно эту тему раскроешь более широко на мою аудиторию которая в принципе может быть не все это знают понимают вот чтобы донести информацию до людей и ну как бы заинтересовать и оставлю ссылку на твой канал не все люди захотят более подробно узнать они перейдут как бы и подробно изучить этот вопрос добро даю добро и плюс я сюда и добро мне все видео с лицензии creative commons то есть разрешено повторное использование даже с монетизацией то есть ты можешь скачать любое мое видео разместить у себя и включить монетизацию если хочешь мне не монетизация не нужно не не это главное смотри смотри я тоже два года не включал монетизацию принципиально до тех пор пока у меня острый не встал вопрос финансовый и меня стал выбор либо я еще пути подрабатывания и трачу половину своей жизни как минимум на то чтобы заработать денег либо я просто включая монетизацию и дальше продолжаю просвещать народ но я тебе скажу монетизацию не сильно спасает то есть иногда даже покушать нечего ну вот я том же что в принципе люди тоже не понимают я сейчас более такие тоже вещи сначала на своем канале такие более теоретические такие развлекательные темы за дело пошел чтобы привлечь внимание людей моему канал вообще месяц потом начал сотрудничать с другими блогерами брать у них интервью вот ну и сейчас уже начал более такую глубокую вещь рассказывать свой опыт там эзотерические духовного развития просто я 18 лет не оба клинической смерти последние 14 лет я вот занимаюсь тем что я саморазвиваюсь вот и приходит такой момент когда ты уже наполнился миллионом всякой информации тебе просто ну и просто необходимо ее из себя уже проецировать да то есть и вот так вот я начала свою так сказать деятельность на ютубе так ну в общем я думаю это мы все обсудим уже в личном давать вот бил хочет ответ саша ну давай сашу разрешить говорить да саш здравствуй антон у меня вот два таких основных вопроса первый это то что касается частной собственности но у тебя есть вот например жилье какое-то да то есть как она зарегистрирована как она у тебя но если есть есть чтобы вот государство не пыталась его отнять и второе интересно по поводу налогов ты платишь хоть какие-то налоги и гнет к вопросу номер один ни у кого в этом мире нет ничего кроме земли под ногами подтверждение давай разберемся вот у тебя есть твое имя александр допустим ты его сам придумал вот в этом смысле мне очень помог осознать это все это мартьянов олег он сейчас сезон находится или даже в тюрьме я даже не знаю где у него у него там тоже омон был и все остальное он тоже такой очень сильный мощный логик так вот он рассказал что такой диалог у нас не состоялся он говорит и вот у тебя есть имя она твое нет тебе его придумали родители то есть это их интеллектуальная собственность у тебя есть доверенность от них или какое-то дарственное или завещание что не завещает тебе свою интеллектуальную собственность то что это они придумали это имя а имя как создается совместно загсом то есть это прописывается на бумаге все действия рождения именно и получается вот вот на эту персону которая создана совместно с загсом родители там как выступают просто как авторы этого наименования а получается вот эту персону создает именно система а потом на основе этого свидетельства рождения это создается паспорт все оформляется на паспорт ты получается все принадлежит системе буквально почему происходит беспредел почему систему так беспределит потому что ну по факту это вот вот они создали эти документы они создали эту персоны не имеют все права на на все что принадлежит этой персоне афа когда вот это осознаешь что это на самом деле вообще ничего не принадлежит секунду я хотел спросить у антона нашел подождите 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 там еще и александру не ответил на 2 по поводу налогов каждый из нас покупая любую покупку в любом магазине платит налоги обратите внимание почитать любой чек там есть стоимость включен ндс налог на добавочную стоимость поэтому если вам кто-то говорит у меня часто часто чиновники заявляют что типа я тунеядец там налоги не плачу вот когда ему об этом говорю у них больше никаких аргументов не возникает добил такой вопрос да вот я хочу просить эти по поводу того что вот в результате всех этих мы тарс так называемый нашел ли способ антон взаимодействовать с системой заявить о себе как о человеке живу то есть на своих правах каких-то родовых о том что вот хотя бы там плачок земли он тебе принадлежит безусловно и безоплатно чтобы система с этим считалось лучше бы система вообще услышала в принципе что о том что ты говоришь что ты живой человек и чтоб система с этим согласилась есть такой факт вообще нет спасибо такие мысли были изначально у всех и многие сейчас двигаются в этом направлении кто-то через общины кто-то самостоятельно не даже известно об одном случае таком не помню в каком крае где-то все это недалеко от москвы один мужчина ему удалось какой-то пионерский лагерь приобрести на имя живого мужчины через договор короче и чудо там на него наезжали очень сильно очень мощно в итоге он все стоял потому что он очень волевой и в итоге у него во владении собственности оказалось именно вот эту вся территория вместе со зданиями короче бывшего пионерского лагеря каким-то образом ему удалось систему заставить признать что это все принадлежит и именно ему убил думал задал вопрос именно это тебе удалось ли тебе там вот то есть такие случаи есть конкретно мне то есть как мне просто на это на это времени не хватает я хочу этим заняться до нужно копать именно сторону земли но пока я этим не занимался у меня сейчас главная цель это именно просвещение пробуждение других людей по поводу как это применять практический способ я показал своем видео победа живого мужчины суде рф там так называемая черная мантия король елена петровна обращалась ко мне как живом мужчине и когда она конкретный вопрос задала выиграть это лицо что-то на такое спросила сказал нет я не а вы горит не являетесь лицом я говорю нет совершенно я не являюсь лицом я живой мужчина хозяин меня то она говорит тогда я зачитываю права лицу а единственное лицо должностное которое присутствовало в этом кабинете было именно она то есть она сама себе зачитал потому что не приставов никого больше не было мы вдвоем присутствовали и получается вот она подтвердила факт что вот это все все вот эту теорию темы живых и т.д. и т.п. она подтвердила на практике то есть она сама себе права зачитал надо еще один вопрос а вот касательно именно документов начальных на которые ссылаются везде в чатах на каналах что который масс морское право как бы устанавливают которые якобы действительны по сей день они есть вообще в каком-то формате чтобы их можно было обозреть сами документы вот эти живых людей которые течение там 7 лет по моему если не объявляют себя живыми то уже там они считаются мертвыми соответственно отходит английской коронии ну чтобы такое вообще сами эти документы вы видели кто-то видел вообще можно их увидеть ты имеешь ввиду так называемые здесь кьюакт 1666 года ну наверно это подразумеваю на включаем микрофон дай мне поговорить белка документы какие документы имеешь ввиду да да вот эти именно вот которые о которых сейчас сказал вот это все оттуда пошло то есть этот здесь кьюакт у его легко можно найти в интернете набираете тысяч 6 ты 1 и 3 шестерки то есть это год издания здесь кьюакт то есть там я не помню на каком на французском что ли там вся фишка в том что закон то британские выпустили на французском языке тоже что-то намудрили не там так вот именно оттуда там и и по эти фразы что все имущество ну как это в теории выглядит вот даже это не катерин тропицына изначально рассказывал своем видео что в этом акте сказано что типа была какая-то эпидемия все попрятались по домам по подвалам и долго никто не вылазил наружу кто-то плавание уплыл подальше и короче было очень многое имущество осталось бесхозным и чтобы не искать этих хозяев издали вот такой называемый за закон в кавычках если владелец не объявится через семь лет то все имущество переходит под управление это государство потом так называемый траст доверительное управление вот слово трасс буквально означает доверительное управление доверительным этим имуществом и насколько мне известно эта ситуация полностью описано в книгах французского писателя как же там граф монте-кристо вот он пропал его не было короче всем его имуществом завладели а он потом вернулся и это истребовал обратно ему за это за за управление этим имуществом как в качестве вознаграждения в качестве так называемых процентов чуть там какой-то корабль подарили вот касательно вот это утра вот это закон 1666 года можно ли ссылаться сейчас в судах как надо на юридический документ там правоустанавливающий какой-то и еще один вопрос по поводу вот этой аббревиатуру когда пишешь cf by r то есть под принуждением вот эта практика как использовалась тобой или вообще есть подтверждение того что это рабочая схема давай по очереди по одному вопросу задать один вопрос один ответ потом следующий вопрос потому так запутаемся так по поводу ссылаться на этот документ мысль хорошая но не многие на него ссылаются но не приводит в качестве доказательства чтобы привести в качестве доказательства в российских так называемых судах по моей логике ну и по всеобщей необходимо этот эту бумагу истребовать оригинал там или заверен надлежащим образом копию из архивов британии там или не знаю где хранится потом апостелировать чтобы это котировалась других странах и сделать перевод или через нотариуса там это заверить тоже над реально перевод и когда это будет передано на русский язык через нотариуса и апостелировано вот тогда его можно определять качестве доказательства такое а таком я еще не слышал чтобы кто-то так делал но мысль хорошая я думаю скоро наверно кто-то захочет сделать так второй вопрос причем был по поводу аббревиатуры cf by a r что по принуждениям и подпись ставишь значит об этом есть два видео роспись под принуждением и паспорт под принуждение там показана небольшая практика я это применил сейчас где-то год назад когда случайно успели заехал где-то там под екатеринбургом в какой-то якобы закрытый город и и это вызвали полицию я решил протестировать написал там запрещающие надписи закрывающие то есть без акцепта без оборота на меня по вексельному праву cf by применил насколько я помню и по сути это все сработало и более скажу мне со всей страны со всего мира даже приходит информация что это все работает но не везде не всегда не у всех то есть нужно разбираться где это можно применять где 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 лучше словами своими написать зависит еще от уровня осознанности того кто пишет потому что все вон мне присылает протокол за маску кого-то по это задержали и он присылает протокол таком вместо того чтобы там давать объяснение и в самом главном на графе написать права не разъяснены он просто пишет там cf by и думает что это его спасет и вот он везде во всем даже никаких объяснений вместо объяснений тоже пишет там это cv и не зачеркивает слова не подпись не дата не персона не виновное лицо ничего не зачеркивает а вот просто цива и думает это как волшебная палочка от всего его спасет нифига подобного нужно соображать где чё пишешь как пишешь антон как твой канал называется шпиловску ставить тургода надзор 2 ю тубе 1 потом ставлю да вон смотри этот документ этого называется understanding кистью и кавиа акт 1666 года эксистенция of life правильно да это он их понимаю нет это ты читаешь какую-то статью про этот документ потому что тут присутствует английский язык и название французское название самого акта сам документ в оригинале на издан на французском языке и там вот скинули этот скрининг ножки уже подку выше в этом в чате как она выглядит о молодцы потому что кто ищет тот найдет сам то не ищет тому хоть в руки дать все равно не найдет я все сам искал и н.х.с. если тебе что-то нужно искать ко мне обращайся потому что я тоже очень сильно поиски продвинут я все прям тоже в любую информацию посмотри как я вообще как начал искать тебя да как вообще начал разговор с того что ребята начали рассказывать вот эту всю вещь а я говорю блин я пока сам не проверю мне просто такой человек я не поверю но я сам эту тему немножко изучал до поверхностно зашел человек нам вениамин такой с германии там где эту тему очень сильно продвигают вот из чата не определенного и он начал прямо на меня наезжать то есть там пони что типа почему ты себе сделал статус такой в телеграме что ты человек ну суверен и тому подобное а тут ты говоришь что ты был в суде ну у меня сейчас судебное разбирательство в израиле происходит по банкротству решение уже принято я ничего платить не должен когда мне совсем суд там другая организация называется предсудебный исполняющий орган ну вот и я как бы там присутствовал там не было два судьи адвоката был адвокат который переводил с русского на иврит я просто человеком поговорил он не он не понял ситуацию и снял с меня вообще какие-то выплаты вот так вот этот человек говорит типа ты же говоришь что ты суверен тут и гришь взаимодействуешь с судом и ты как бы автоматически теряешь этот статус и вот сходя из того что человек на меня наехал я думаю так окей ну значит вопрос досконально изучить и начал искать истоки из того откуда это все пошло нашел эту статью нашел твое имя фамилию вот мы мы понимаем уже что-то фейковая статья и был вот у нас в канале человек прыгает я его лично знаю никита я могу тебе дать его номер то есть ну там не номера соцсети он дал я тебе сразу написал ты мне сразу ответил вот вот ты здесь на самом деле очень тема на самом деле широкая очень важно и интересно и я хочу что ты на самом деле раскрыл то есть как бы да и потому что ты понимаешь я все изначально ко всему отношусь критически вот но если есть факты да то есть неоспоримы то я с ним не с ними не споришь не идиот вот потому в этом вопросе меня не было какой-то четкой позиции я бы хотел вот у тебя эти ответы услышать и услышал принципе понял всю ситуацию и с дурдомом из судом и с адвокатом и принципе мне понятно смотри меня вообще такой вопрос где ты на самом деле вот ищешь все эти документы ты же где-то ищешь ну где-то ты как как-то ты знаешь каких искать именно в под каким названием как это происходит как ты сам вот ты ищешь изначально эти источники да так же как и ты google яндекс youtube набираешь ключевые слова и поиска а потом ну он тебе сразу статьи показывает а ты там еще можешь выбирать картинки и новости и видео и иногда на картинках что-то видишь интересное иногда видео что-то попадается интересно ты никогда не подвергал вопросам или критики ту информацию которую ты находишь конечно я стараюсь все на практике проверять поэтому я вот так называемые суды и хожу я проверяю на практике все вот я подожди хочу в дополнение своей речи сказать кое-что первое ты мне напоминаешь мне самого себя года три назад когда это только начинал заниматься это же начался со всеми связываться выяснять искать ключи это информацию людей кто знает связывался общался записывал интервью все это у меня на видео есть открыл свой youtube канал я сначала чужие чаты залезал меня оттуда за правду начали выкидывать за критику за критическое мышление я понял что это сигнал на нас что-то свое создавать свои чаты создал свои чаты свой youtube канал потом 2 и т.д. и т.п. потом по поводу критического мышления когда меня психушку привезли я начал это все рассказывает тоже то же самое что и вам естественно для них это показалось совершенно каким-то бредом полнейшим просто идиотизм и они решили собрать комиссию я нигде такого не слышал но ближайший случай к этому мне недавно человек рассказывал что у него была комиссия из шести человек то ли у игоря сел железо туле еще у кого-то а у меня было 35 человек как минимум может даже 40 то есть это здоровенное такое помещение и вот они там такие скамейки в ряд стоят они все заполнены белыми халатами слева люди справа люди три диктофона и вот они со мной разговаривали хотя мне сказали что это просто будет беседа с каким-то профессором местного университета я естественно согласился давайте за общение пообщаемся и она не пригласили и начали всякие провокационные вопросы там ржать на на это над какими-то словами и т.д. и т.п. но в итоге я ничего пояснил что я не утверждаю что это все на самом деле так и есть я говорю они ну в главных вопрос прозвучал самом начале по чем как вы думаете почему вы тут оказались я им поясняю что я исследователь мне все интересно я я хочу вот я нашел какую-то информацию интернете каких-то там живых о каком-то здесь q-акте какие-то мужчины там женщины физлицы все остальное я это все выясняю исследую проверяю на практике по факту я не это не мои слова это не мое утверждение я это все проверяю и рано или поздно и говорю мне я все-таки найду в чем где правда где ложь а может даже это где-то подтвердиться где-то нет то есть я следователь игры вот а из-за того что я начинаю это все исследовать и критически мыслить системы системе это не нравится из меня пытались сделать и террориста и экстремиста и и психа и преступника какого-то ничего не это не получилось но в итоге то а там я ему рассказывал говорю ничего тебе выдал удалось выяснить игра мне удалось выяснить следующее что я есть мужчина это вот физическом теле а есть персоны это вот говорю во многих шпионских фильмах показывает вот спел когда это проваливается на задание он у него там какой-то сейфе специальный он он его открывает там у него такой чемоданчик дежурный и в этом чемоданчике валюты разных стран и разные паспорта так вот в этих паспортах там разные фотографии где-то борода где-то усы где-то там не знаю там совсем другие формы лица где-то в очках где-то там лысый где-то с волосами говорю и то же самое с персональными данными которые там прописаны то есть китайский паспорт это там иероглиф и все да там французский на французском языке совершенно другое написание хотя некоторые персональные данные совпадают там типа то дата рождения но опять же там на другом языке написано ну короче паспортов много а человек-то один лучше антон вот такой вот просто смотри ну я понимаю что мы все знаем что мы живем системе эта система периодически нам подсказывает на некоторые вещи может программирует да фильмах подсказывая нам какие-то интересные события которые ну зачастую периодически точнее сбываются не находил ли ты вопросов вот именно этих юриспруденции да то есть лицо фис на за все в фильмах джон вык третья часть посмотрите он там все рассказывает про вексельное право то как взял когда ты берешь на себя добровольно какие-то обязательства перед системой то есть вот эту метку выдают ну по сути паспорт ты получается заключаешь какой-то некий контракт договор что обвязываешься исполнять и вот когда он возвращает эту метку то есть он по сути отказывается от обязательств подсказки везде все да и во всем вот эти фильмы создают не просто так это не фантастика это все это они таким образом система обязана почитайте откровения инсайдера так называемые в интернете там пять или шесть бесед и он там это все рассказывает он он сам даже говорит я здесь потому что по воле я здесь по воле творца потому что мы периодически обязаны давать вам информацию информировать вас а услышите вы это или нет это 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 ваши проблемы типа да я с этим согласен антон белом подожди 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 пока не забыл пока не забыл да раз ты из израиля пожалуйста узнай такую тему есть такое понятие суд справедливости в израиле это отдельная инстанция отдельный процесс и я даже где-то статью читал об этом но все не представляла случая узнать об этом у меня к тебе просьба узнай пожалуйста ну ты там в израиле наверняка есть много знакомых даже если просто с людьми начнем на говорится есть его географическое положение куда съезжу да и все есть я даже не знаю что это здание там какой-то органы или это просто кто-то говорил что можно в любом так называемом суде и трибунале сказать я требую суд справедливости и после этого должны произойти чудеса черная мать израиля вот она поднимает руку можно что об этом пусть сказать до свет свет света на меня слышно игорь насколько я понимаю скорее всего речь идет о богатце высший суд праведливости богатце да я думаю что это да да поясни что такое богатце богатце это считается у нас отдельная инстанция это высший суд праведливости если мы обходим все суды которые в принципе принимают решение не в нашу пользу тогда мы имеем право обратиться в богатце и вот их уже решение является основным как высший суд короче как европейский только на место только израильский я знаю что у вас есть такой орган а меня интересует то есть я слышал что в любом суде в любом в любом в любом государстве так называемом в любом месте у любого так называемого судьи можно истребовать сказать я хочу здесь на месте чтобы состоялся суд справедливости и дайте договорю я просто слышал что после этих слов происходит какие-то чудеса черная мантия снимает себя мантию заходит кабинет и вы с ним разговариваете садитесь разговаривать их на равных один на один что-то такое слышал смотри я обращался к своим знакомым адвокатом если в этом уличили мои подписчики что я пошел к своим адвокатам спрашивать если такое физлицо юрлицо в израильской юриспруденции так как у нас нету по факту какого-то четкого заказа законодательства да в государстве я обратился пятью адвокатом и мне адвокаты сказали что такого разделения в юриспруденции израиля нету мы подчиняемся английскому судебному праву то есть на все прецеденты судебные берем с английского права и у нас нету разделения на физлицо юрлицо есть человек вот то есть ну как бы представитель представитель человек вот так и мне начали осуждать о том что кому ты идешь ты идешь опять таки к системе тебе система ничего правильно не скажет ну вот и начали тут меня обменять в этом мнение не ходить надо чтобы убедиться своих предположений смотри систем щеки да они никогда тебе не скажут правду полностью но они обязаны частично выдать правду что они сделали они тебе напрямую сказали что не подчиняется британскому праву у нас это об этом никто не говорит я даже когда выводили из первой палаты где якобы суд состоялся я так ему и сказал я говорю это кто в черной мантии игре он вообще нам на британского шпиона похож потому что мантии то черные носят судьи только в тех странах и государствах которые это первые они были то насколько мне известно это именно в британии то есть британия вот этот свои суды распространила везде и все колонии британии они везде там проходят суды именно судьи сидят черных мантиях вспомните в этом советском союзе не было никаких мантий абсолютно то есть гражданской одежде простые люди могли стать судьями если их уполномочить народ сейчас такого нету сейчас их назначает и почти невозможно снять и кстати потом кто сказал что можно сделать документы у юриста что ты живой человек вот саша тут есть он не говорит что он доказывал мне что я поеду украину сделаю это официально юриста заполнил я говорю юристы они не могут это сделать потому что у них есть готовые бланки если они сделать такой бланк это нет у них в этом но в каталоге да они могут просто сесть в тюрьму потому что они заверят документ которого нет по факту в практике а в израиле я нашел такой документ что можно пойти юристу за и заверить что ты живой человек когда непонятно зачем ну как понятно зачем да ну как бы они не объясняют зачем они этот документ могут заверить вот я саша объясню что в украине если нету в каталоге документ на это право документное то есть да то есть номенклатурное и внутреннее право не просто тупо сядут если не заверяю документ которых нету в их нем так сказать правовом праве понимаешь да в документах и они же под шаблоном работают по готовым статьям что ты по этому поводу можно сказать все правильно есть шаблоны есть инструкции есть законы но ни один закон не запрещает тебе написать собственноручно нас твое собственное воле и заявление и просто заверить его вот у нас в россии это все делать через воле и заявление выше вот даже в законах прописано что высшим проявлением воли является и референдум через проявление в воле и заявления что такое там такие слова вот то есть система всегда оставляет лазейку она не имеет права ограничить кон свободы воли за это не идет прямая ответственность перед творцом и они прекрасно это осознают поэтому они всегда оставляют лазейку например на проявление своей воли просто мало кто осознает что он может вообще проявлять эту волю мне по этому поводу много видео как проявлять волю и через какие слова и на практике многие люди рассказывают как только не начинают проявлять свою волю там через слова я хочу желаю повелеваю приказываю все остальное так сразу у них жизни происходит чудеса даже если они мысленно об этом думают придут какой-то магазин у них там все получается всяких масок подожди просто о чем-то хотел сказать по поводу ты вот я так понял на международном уровне хочет это все выяснить работает это или нет так вот я тебе скажу что прежде чем в россии это теле тема живых поднялась эта тема была поднята давно еще в сша есть такая книга называется straw man то есть чучело или как-то пугало вот в этой книге описывается о неком бумажном человеке который был создан системой и все завязаны на этом бумажном человеке и книга на английском языке и можно заказать в интернете и там вот про все это рассказывается что как только мужчина осознает себя живым существом они вот этим бумажным человеком то система это ничего не может сделать с ним получается она к нему в подчинение папы это попадает потому что он становится мало то что выходит из систем он еще становится намного выше этой системы есть даже видео по моему из канадского суда там тоже мужчина приходит так называемый суд приставы к нему его пытались выгнать но они опасались даже к нему подходить так называемая черная мантия пыталась несколько раз его слепить с этой личностью то есть она там что-то джон смит или как-то мне не помню уже говорит вы джон смит он говорит нет у меня есть имя джон говорит он новый же джон смит он говорит нет это не я не называйте меня так выиграть его агенту он говорит нет я управляющий делами этой персоны а где джон смит он достает этот удостоверение ну иди вот это удостоверение горит вот же вот персоны которую вы ищете и короче вот эта черная мантия не смогла его никак слепить с этой персоной он не давал он растут слял себя постоянно с этой персоной и в итоге это черная мантия там четко отчетливо видно что это черная мантия когда встала сделала четкий поклон то есть он встал сделал поклон перед живым мужчиной парень в кепке да 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 слушай а если вот давай вернемся на ныне дожди продолжать важный момент черная мантия делает поклон перед живым мужчиной то есть признает его верховенство и уходит не найдя персону смотри у меня вопрос такой насущный смотри вот сейчас у нас ну по всему миру да нами сейчас начинает манипулировать и подводят нас к тому что нам нужно ввести в себя яд что ты можешь сказать по этому поводу смотри сейчас будут насильно делать это в школах в садиках будут принуждать сделать нас меньшинство и будут это навязывать если в таком это ну судит опять таки право да потому что право человека на на свободу выбора что ты можешь сказать по этому поводу а давай представимся немножко творцами маленькими но творцами я не представляю я знаю что мы творцы многие не представляют что они творцы так вот я хочу чтобы все представили что не творцы и допустим ты занимаешься робототехникой и ты создаешь там микро роботов такие с колесиками там с мозгами с видеокамерой короче с глазками ну такие типа микроандроиды кубический это вот их и создаешь создал там 100 200 там триллион короче и думаешь ну где-то их надо разместить там создал отдельную планету короче разместил их то и постоянным программное обеспечение меняешь там корректируешь там уже начинают появляться какие-то разные виды все такое у тебя в итоге чтобы эти андроиды короче стали тебе те охоты каких-то этих ну скучно тебе надо каких-то собратьев с кем-то хоть поговорить и ты вот постепенно постепенно этих андроидов развиваешь до того что они вырастают там сами себе ноги руки приделали короче по образу и подобию твоему и в итоге они становятся такие же как ты то просто они механические это немного другие но но похоже и ты с ними может разговаривать в итоге так вот примерно то же самое у нас происходит то есть у нас я так предполагаю творец он хочет видеть себе равных и он назрачивает а когда он видит что какие-то машинки роботы где-то сломались где-то не хотят ехать у кого-то батарейка слишком плохо работает то есть не хотят двигаться никуда ничего делать не хотят не развиваться ну зачем ему такие версии он создаст новые версии он да он обратил внимание на те версии которые развиваются и он их будет всячески поддерживать тех кто развивается а те кто погрязли там в какой-то рутине там лишь бы батарейку зарядить и куда куда не съездить нам на море чтобы солнечный панель зарядить ну такими зачем ему же такие которые будут это ему подобны так вот это идет та самая так называемая жатва собирается урожай отделяется зерна от плевел я и мы давно уже на практике все и вот эту проявление своей воли проверили вот меня когда в екстеринбурге два года назад задержали за то что мы решили за женщин заступиться которую из квартиры выселяли вот там тоже видео и на по этому поводу есть так вот меня перед помещением в камеру это не нужна была справка о здоровье и когда меня в наручниках привели в больницу как преступника я говорю снимите наручники ну удалось договорить чтобы меня сняли наручники хотя он не имел права конвоир только вот когда передает в отдел полиции в итоге он снял и выносит не две бумажки типа добровольное согласие на медицинское вмешательство и согласие на обработку персональных данных я беру ручку совершенно спокойно ставлю крест на все на всю страницу и пишу запрещали бой медицинское вмешательство и это я тогда не знал разницу между подписью и росписью ну немножко осознавал ну короче там это за колючку поставил запрещающих за надписи не знал вот ну короче крест поставил и все запретил и с обратной стороны то же самое и на 2 бумажки то же самое игры все запомнил о чё так быстро ну пойдем к доктору заводит меня и дает ему бумажки доктор смотрит говорит а чего я сделаю он это согласия не дал он говорит смысле ну мне горит справка нужно хоть какая-то ниже в камеру вести ну я чё сделал он уже не дал согласия грина придумать что-нибудь ну говорит это чем ты горит здоров я говорю здоров жалобы если бы нет не он сам от руки выписал какую-то справку передал ему и когда он это докторами это я с ним поговорил поговорил что там и пообщались и не чё-то я это с этого конвоира что-то сижу мне мне в рам настроение хреновая конвоирую говорю это типа есть сигареты он говорит нету я не говорю ну это я же знаю что в камере сигареты пригодятся и доктор это услышал и сам достал пачку сигарет почти полную из и стала оставил себе две сигареты а всю пачку мне передал то есть он осознаю он сразу увидел кто перед ним потому что 99 и 9 процентов всегда все заполняет везде расписывается вот ответ на твой вопрос по поводу яда отсев идет есть воля есть творец нету воли нету творца ну и что будет конечном итоге с этими ребятами ты думаешь дянут деревянный смокинг есть такая пословица вольному воли вот если его есть воля тебе будет воля а если у тебя нет воли то и не будет никакой воли зачем он такой нужен он сам свой выбор сделал он не проявил воли вообще никак и ни в чем учу ему чё подсовывали он везде все расписался ему сказали составе он иначе работу потеряешь он пошел и поставил и не сообразил что он может проявить свою волю и отказаться от этой херни и защитить свои права самостоятельно изучив вопрос но не проявляет воли не ни в какую но это его выбор чуть не сделаешь я понял твою позицию кого еще есть какие-то вопросы кантону ну вот бил до набил да у меня скорее не вопрос а просьба такая пожелание просто я ограничен то в этих возможностях а вы и в германии там и в израиле то есть у вас побольше возможности запросить этот документ тот самый и сделать прецедент как говорится чтобы можно было на него ссылаться ну вот вот этот законодательный акт 1666 года и вот антону понравилась сама идея я хотел бы чтобы попытался воплотить ее в жизни не пасли вошли на чем о чем скажи как я не понял как у мать я не понял начинок подожди подожди давай поясню он говорит здесь к ее акте который был издан в британии на французском языке я предполагаю что это я не знаю сейчас подожди подожди был я не знаю сейчас британия состоит в евросоюзе или нет но если состоит то есть любой из евросоюза может обратиться в госархив там или не знаю как они называются минюст то есть министерство юстиции где регистрируются все значимые юридические документы они же вроде вышли из состава ну вот если вышли тогда только получается граждане британии имеют право обратиться то есть в эти главные учреждения там не не знаю королевский департамент или не знаю куда короче им лучше известно обращаетесь есть требует возможно есть знакомые вот и сочатовцев или какие-то родственники которые там живут ну то есть вот этой темой заняться в плотнее для того чтобы была такая бумажка вот волшебно так будто понятно понятно подожди подожди бил я поясняю как это правильно сделать иди это вы это и такте поняли смысл в чем истребуйте эту бумажку но не просто и истребуйте заверенную надлежащим образом чтобы она и меру имела юридическую силу то есть должна быть обязательно штемпель там копия верна ну как у нас россии подпись ответственного лица собственноручно написанная фамилия дата штемпель где находится оригинал надпись и желательно сделать это после постелировать для использования других странах и перевести через нотариуса на на все языки мира вот тогда это будет шедевр и все тогда смогут его проверить на практике во всех странах документ существует в принципе не проблема будет намутить то есть я даже могут даже мы будем раз тобой делать интервью мне на канале делать клич я уверен что найдутся и сам никому не просто со всего мира есть подписчики с испании с америки с англии вообще откуда хочешь с германии саша вот этой вопросом очень сильно интересуешься вот я думаю сто процентов есть какие-то вопросы задай антон пожалуйста а то саша прям так бурно сам это обсуждал есть вопросы саш если я не я очень рад наконец-то тебе человек но я надеюсь хотя бы он тебе донес вот самого главного мысль которая заключается в том что нужно нужно самого определиться и сделать волеизъявления отталкиваться в первую очередь ну вот этого а как там дальше уже пойдет но это нужно изучать разбирать это очень сложная тема какая таки сашки я же с этим не против этого я просто говорил что я хочу разобраться вот нашел человека который более-менее в этом вопросе он тоже ищет и он тоже находит ответы так как и я просто я опять таки говорю что я не утверждал что это так или не так ты мне лишь саму сам антифицируйся я сама индифицируюсь просто тут вопрос немножко в другом нужно то чтобы сам антифицироваться нужно понять как бы основу как это работает понимаешь я просто инженер по образованию я технически соображаю понимаешь плюс я не глупый же человек ты сам знаешь и для того чтобы ну все должно иметь аргументацию понимаешь я не и вот представь что придет какой-то человек со стороны начнет вот декларировать например мы все там мы собираем 100 человек нам нужно для того чтобы землю спасти ну как приходят здесь периодически люди такие не совсем адекватные то есть нужно же отличать я с антоном пообщался он довольно таки здравый адекватный человек то есть да то есть он ищет так же как и мы все то есть и в этом есть доля истины доля правды и если это имеет место быть то мы должны все работать над тем чтобы это донести до людей вот моя позиция саши никогда не никогда не принимал какую-то сторону без без безосновательно понимаешь то есть на веру кому-то я всегда докапываюсь до истины что и делает антон так вот игорь мне игорь мете совет мне тоже технарь где тоже инженер физик компьютеры чинил и все такое никогда я вот это все узнал вот это все осознал я понял что нет более великой цели чем служить другим об этом же говорит и инсайдер два пути в жизни служить себе своей семье есть только я и моя семья основных пофиг об этом вот четко показано фильме чертенок номер 13 русский фильм посмотрите мультфильм короткий 13 что ли называется не помню но найдете быстро так вот там люби себя чихай на всех либо любит других но не чихай на себя тоже не забывай вот вот так как бы от того что мы как бы у меня 14 лет практик разных изучений всех вопросов эзотерики разных религий я просто искал ответы на свои вопросы и попутно изучал гипноз нлп ну много разных вещей на самом деле очень много бизнесом изучал разные темы психологии очень много всего понимаешь и я же говорю что я пришел каким-то определенным выводом но также попутно этого я развеял для себя еще перечень разнообразных конспирологических вещей то есть да и доношу и ту и ту истину понимаешь если моя там мои какие-то умозаключения моя истина личная да если какие-то мои умозаключения расходятся с большинством то это начать что они не имеют места быть понимаешь и в этом в этот момент я тоже хотел просто разобраться понимаешь по что я всегда как когда ищу я ищу первоисточник потому что и для того чтобы понять насколько та или иная информация является истинной да ну тоже относительно истинный нужно как бы поговорить с тем кто как бы начал первый искать потому что передаваясь через руки там люди начинают свои домыслы свои какие-то плюсики навешивать понимаешь о чем я тебе говорю вот и вот о чем ясно короче возвращаясь первоначальному вопросу где являясь ли я источником первоисточником данной информации нет однозначно нет но я эту информацию развиваю еще и дополняю и многие люди мне сообщают и про кто-то просит просто тет-тет разговаривает кто-то не хочет чтобы афишировали чисто для меня кто-то для всех хочет донести вот так и трудимся я хотел тебе дать совет вот у тебя проскальзывают слова которые значение которых ты не сознаешь ты говорил работаем над этим на самом деле работать от слова раб от этого слова давно отказался я тружусь это трудно поэтому я тружусь и разберись со значением каждого слова что такое спасибо что такое благодарство что такое заявление что такое обращение что такое ходатайство что такое просьба что такое требование о всем об этом я говорю своих видео и под каждым видео есть ссылки на самые главные из этих тем что такое подпись и роспись и автограф и чем они отличаются то есть каждое слово нужно осознавать какой смысл она несет и что означает и где его можно применять и соответственно рано или поздно ты наберешься столько теории что тебе захочется проверить это все на практике я говорю ты мне напоминаешь меня три года назад то есть я затем же исследовал изучал если против меня не было столько репрессий мне кстати потом второй раз еще омон приходил двери вынесли в квартиру спилили искали труп в моей квартире ну понятно да че искали ну я не знаю то ли проведение то ли чё короче в этот день меня не было в городе просто повезло вот а так бы я с вами уже не разговаривал наверно так вот я потом полгода путешествовал по стране вынуждены даже в этой ситуации обжаловался их действие бездействие и кое-что кое-чего удалось добиться я не знаю подытоживая короче самый главный смысл саморазвитие это познать самого себя чего ты хочешь а когда ты сознаешь что ты хочешь надо четко сформулировать что ты хочешь на словах хотя бы сначала мысленно потом на словах потом письменно и проявлять эту волю не не однажды на бумаге изложив и все типа отправил ватикан и все типа все я теперь живой я всех уведомил все до свидания а везде всегда и во всем проявлять свою волю на каждой ситуации каждый раз отстаивать свое самоопределение если на тебе пытается навешать ярлык который ты сам не озвучивал ну тут уже надо останавливать и говорить что что я не разрешал себя так называть я вот так вот так себя позиционирую и сама поделился а система всячески пытается навесить свои собственные ярлыки которые выгодны это физические лица граждане и человеке человек говорю это абстракция это либо мужчина либо женщина поэтому говорят человек чтобы не произносить длинно мужчина или женщина я обычно говорю человек подразумевая что не конкретно человека либо мужчина либо женщина и вот возвращаясь к определениям физическое лицо что это такое никто не задумывался почему именно физическое и почему именно лицо почему не биологическое ноздря или географический ноготь или не знаю химии химическое там это волос почему именно физическое лицо обновиться физическое лицо это передняя часть головы мужской или женской то есть по сути маска а сюда попадает слова персона то есть маска роль вся жизнь игра да вот это все то есть всеми примеряет маски должностное лицо это мужчина под маской либо женщина под маской должностного лица которая взяла на себя определенные долги обязательства ей выплачивать там это должностному лицу деньги она тем самым должна вернуть долг за эти деньги то есть в виде обязательств и соответственно вот эти все маски так называемый как только вы осознаете что это не вы маска я у меня вот тоже есть маски у меня есть маска журналиста у меня есть маска общественного инспектора по борьбе с коррупцией при это общественное движение что-то там уже не помню точно название этот при президенте рф то есть руководители подразделений по городу сругут это тоже маска я иногда пользуюсь надеваю и говорю я там это общественный инспектор по борьбе с коррупцией выгодны в ситуациях захотел снял захотела дел всегда есть да если например я иду в суд и например я преследую какие-то свои интересы да в этом суде я же могу надеть маску физлица вообще юрлица кого захочу да по факту если я до этого сама дефицировался как живой человек там да то есть я сам определился свой пол все тому подобное как бы это же не мешает мне как ты вот говоришь да девать эти маски в суде и не в суде если мне изначально это надо это же как бы не не меняет ситуации кто я на самом деле есть совершенно верно ты одевая маску может прямо так озвучить я живой мужчина хозяинами на то имени с именем антон нахожусь здесь как под маской должностного лица а именно главное это заместитель главного редактора сми камчатский регион обозначил то я кто вот эта маска я с вами буду взаимодействовать от имени должностного лица под маской этого журналиста и вы можете обращаться ко мне антон николаевич булгак окей в общем но у меня в принципе вопросов нету я на свои вопросы получил все ответы если у кого-то еще есть какие то вопросы остались то можете их задать если нет то можем тогда больше не задерживать антона сегодня надеюсь в ближайшее время мы с ним запишем интервью когда у него будет свободное время и более подробно как-то может быть так досконально эту ситуацию развернем по поводу этой темы подписчика моего канала вот ну и соответственно там увидимся в следующий раз если антон конечно не против если он конечно у меня встав меня в канал заходит очень много разных блогеров очень разные блогеры очень много канал маленький чат маленький но на самом-то деле почти каждый день приходят блогеры и сто тысячники и с телеграм-каналов разные люди юристы и просто альтернативщики да и часто котлеров заходит периодически там другие ребята то есть канал на самом деле маленький довольно таки познаватель для подписчиков вот у себя на youtube канале я делаю интервью с теми людьми с которым не интересно либо кто отозвался да на самом деле так что ну вот спасибо тебе антон за то что ты пришел поделился за информацией в моем окружении все уже отказались от этого слова мы все друг другу благодарю все друг другу говорим благодарствую было того что мы в каждом слове разобрались и даже обращались к зрячим чтобы они смотрели смысл и образ каждого слова и как она это действует на тонком плане просто у меня такая ситуация что я русский мешаю с английскими с ивритом своим в своей жизни понимаешь и как бы иногда да и даже некоторые слова уже начинаю забывать и некоторые подменяю и не совсем корректно звучит я вот пытаюсь развить себе это да и как бы даже в своих видео я всегда благодарю вот пошли понимаешь это нужно говорить но как бы выработать вот уже но новый так сказать поведенческий скрип пока поясняю в двух словах благодарю это дар в одну сторону благо а а благодарствую это взаимообмен дарами никто ничего не теряет все обменялись и знаниями опытом и все остались это при равных это но немного других ресурсов скажем так меня к тебе просьба до обмен энергиями взаимообмен мне к тебе просьба ты же будешь монтировать видео до по этому интервью нет она останется тут это же ну как бы просто знакомство мы будем отдельно на ю тубе делать то есть там уже как бы разве развернут информацию тут дадим подписчикам а это как бы ну она остается тут в записи в этом телеграм-канале голоса тогда у меня те просьбы я это прошу дать добро чтобы я у тебя на канале разместил прошу прислать на беззабелье размещу для всех конечно без проблем добро у тебя есть реграм-канал свой сургонадзор ну может сари я тебя сделал админом у себя в канале мне как все у меня все блогеры админ и вот они могут постить и свои видео и контент какой-то перед все ссылки да то есть если тебе нужно будет тебе какую-то информацию донести ты можешь спокойно постить потому что все остальные ссылки у меня забанены то есть обычные обычные члены чата он не может ссылки распределить потому что я же не могу все проверять понимаешь ссылки ездил поставил бота что фильтровать админа как бы админ и могут админ это в основном все все блогеры с которыми сотрудничаю общаюсь дружу хорошо благодарствую тебя антон напряжите вега что такое спросить да извини секундочку да добрый вечер антон я хотел узнать в курсе ли ты что происходит сегодня в америке и что говорят инсайдера по поводу будущего ну плюс-минус и какие планы у них что нас ждет плюс-минус ближайшее время скажем так со своей точки зрения я знаю что будет веду и точнее причем я об этом ведал еще как минимум 7 лет назад а чипизации я еще узнал в 2006 году потому что был издан указ медведевым по моему в 2002 году чипизировать все население до 2025 года это раз ну примерно рассказываю да чем будет владею больше информации но не озвучиваю ее потому что нет на то воли творца идет отсев и я не имею права спасать тепле альбом скажем так тех кто не проявляет волю никому это все не интересно а те кому это все интересно кто желает жить по совести и войти в новый мир где будет все по совести у вас само все это откроется как только вы начнете жить поступать мыслить и ощущать и действовать и соответствовать своим поведением как внутренним так и внешним по это жить по совести в общем у вас сама все это откроется друзья спасибо всем кто был если у кого-то остались вопросы я думал просто просто в формате чата можете их задать если он дона будет свободное время он ответит просто как бы это было спонтанный такой чат и как бы янтон не был готов я думаю то есть и я особо не был готов вот ну так большинство чатов у нас спонтанно и происходит еще раз антон благодарствую подожди он там веганую руку тянет надо что-то договорить не закончен вопрос да я хотел хотя бы в положительную сторону или все-таки это будет оставаться на данном моменте как чипизация и вакцинация еще раз повторяю сейчас выбор делает каждый сам за себя невозможно решить и сделать что-то в отношении какой-то группы либо государства либо всей планеты каждый сам индивидуально проявляет свою волю захочешь будет так не захочешь будет по-другому так как захотят другие каждый принимает выбор самостоятельно любой выбор это выбор выбирающего да благодарствую последний раз все на этом чат закрываю всем еще раз благодарствую и до скорых встреч антон я тебе сейчас скину чат